В свой 50-летний юбилей Марина Федункев сыграла пышную свадьбу с 37-летним итальянцем. Кстати, жених не только молод и привлекателен внешне, но еще вице-президент крупной компании и потомок итальянской знати. Мы решили поведать вам, кем является итальянский муж Федункев и как живут сейчас Марина и Стефано спустя год после брака. Стефано Маджи родился 18 июля 1984 года в Италии. В юном возрасте итальянец учился в Римском университете Ла Сапиенце, где получил степень по специальностям журналистика и деловое общение, а также экономика, управление и инновацией. Он посещал академические курсы по международному лидерству в Милане и глобальной дипломатии школы восточных и африканских исследований Лондонского университета. Маджи работал в отделе маркетинга по продаже потребительских товаров в Италии, Франции, Испании, США и Панаме и сотрудничал с компанией Leroy Merlin. Позже он стал советником по связям с общественностью президента Итало-Российской торговой палаты. Маджи занимался вопросами добычи драгоценных камней в Якутии и рыболовства на Камчатке с привлечением итальянских специалистов. Также Стефано работал вице-президентом по маркетингу и коммуникациям в инвестиционной компании MicroCapital, имеющей большой опыт в финансовой сфере и банковском деле. Одним из главных направлений фирмы являлась поддержка малого и среднего бизнеса. В общем, Стефано Маджи – итальянский предприниматель, который живет и работает в России. Мужчина называет русских великой нацией, а Москву – идеальным городом для тех, кто хочет добиться успеха. 50-летняя артистка получила широкую известность благодаря роли матери Коляна в «Реальных пацанах», а также участию в шоу «Камеди Вумен». Помимо того, Марина периодически появляется в отечественных комедиях как на малых, так и на больших экранах. А теперь Марина еще и популярная певица. Юмористка и Стефано познакомились в 2019 году благодаря продюсеру Игорю Ковалеву. Но вряд ли бы между артисткой и иностранцем завязался роман, если бы не случайная встреча спустя три недели в самолете, летевшем на Урал. Там-то паре удалось пообщаться, а позднее во время пандемии они сблизились еще больше. Конечно, Федунки всмущала их 13-летняя разница в возрасте, но вскоре чувства взяли верх над условностями. Марина поначалу устраивала Стефану какие-то испытания. Мол, не выдержит, сбежит. Позже поняла, что эта самая разница совсем не ощущается, когда людям друг с другом легко и комфортно. Она понимает женщин, которые встречаются с мужчинами моложе себя. «Не хочу никого обидеть, но смотрю на мужчин-ровесников, они постарели, какие-то загруженные, тяжелые на подъем, а во мне еще очень много энергии», – похвасталась артистка. Поначалу пара скрывала отношения от общественности, опасаясь излишнего внимания и сплетен, но все тайное рано или поздно становится явным. Вскоре после огласки последовала новость и о скорой свадьбе. Сперва они хотели организовать пышную свадьбу, но из-за очередной волны коронавируса пришлось ограничиться скромной регистрацией. Торжество же молодожены переносили несколько раз и в итоге решили совместить его с 50-летним юбилеем Марины – 27 августа 2021 года. Федункев и Маджи, как уверяет Марина, поженились ради того, чтобы избежать возможных бюрократических формальностей, если им придется путешествовать, в том числе на родину Стефано. Однако юмористка никак не ожидала, что бизнесмен ответственно подойдет к этому вопросу и сделает ей предложение по всем правилам. Между тем инсайдеры утверждали, что у пары появилась и более веская причина поторопиться с браком. По слухам, артистка находилась в интересном положении. Работники МФЦ, куда Марина и Стефано подавали заявление, рассказали, что вместе с остальными документами юмористка предоставила справку о беременности, поэтому им не пришлось долго ждать росписи. Сплетни о том, что Федункев готовилась стать мамой, казались вполне вероятными, тем более артистка сама призналась, что не отказывается от идеи материнства, хоть и вот-вот разменяет шестой десяток. Она считает, что мир меняется, современные возможности сильно отличаются от тех, которые были лет 15-20 назад. И примеров счастливого родительства людей, у которых дети появились в более зрелом возрасте, немало в нашей стране и за ее пределами. Но спустя год, сейчас мы знаем, что слухи о беременности Федункев так и остались слухами. И для Марины, и для ее избранника брак стал первым официальным союзом. Маджи до встречи со звездой Comedy Woman ни разу не был женат, а артистка с предыдущими двумя мужьями жила в гражданских браках. Еще каких-то 15 лет назад, живя в родной Перми, она даже и не мыслила, что когда-то встретит мужчину мечты, который будет относиться к ней, подобно герою популярных романтических фильмов. Сейчас актриса уже спокойно признается, что всегда выбирала только плохих парней. За спиной актрисы два не слишком удачных гражданских брака. С первым мужем она прожила 12 лет, тот ревновал ее к работе и изменял, со вторым 13 лет и снова неудача. Мужчина страдал от наркотической зависимости и избивал Марину. После расставания с ним, женщина зареклась вновь заводить романы и уж тем более создавать семью. Но встреча с итальянским бизнесменом все изменила. Молодой итальянец стал именно таким мужчиной, благодаря которому Марина поверила в настоящую любовь и счастливую жизнь. Без абьюза, оскорблений и рукоприкладства. Если сейчас артистка даже не допускает мысли о разладе с супругом, то еще год назад она вообще не воспринимала всерьез ухаживание молодого человека. Вполне вероятно, что все дело в той моральной травме, которую ей нанесли предыдущие отношения. Даже те, кто знал о наших отношениях, не думал, что все пойдет по такому серьезному пути. И, конечно, не было тех, кто не одобрил или осудил. «Наоборот, мне одна из подруг сказала, Федункев, прекрати ему мозг выносить своими сомнениями, иначе я тебе сама его вынесу. Стефано – классный мужик», – вспоминает теперь уже с юмором счастливая артистка. Марина признается, столько добрых слов она еще не говорила ни об одном своем мужчине. С ним артистке очень спокойно и комфортно. Он всегда умеет правильно найти слова и сделать что-то, чтобы меня поддержать, успокоить или, наоборот, развеселить. Также Марина рада, что ее избранник не только заботливый, но и не лишен чувства юмора. Каких только слухов не ходило у женихи Федункев. Поклонники подозревали, что актриса попалась на удочку Альфонса или даже афериста. И представляли доказательства того, что Маджи на самом деле предпочитает крутить романы с мужчинами, а российская юмористка нужна ему якобы для прикрытия. На деле же звездное семейство столкнулось с другими проблемами. Жизнь Марины Федункев после замужества практически не изменилась, и она и молодой муж редко бывают дома, так что вместе им удается побыть лишь в редкие выходные. При этом каких-то критичных ссор не происходит, поскольку итальянский супруг дает Федункев довольно много личного пространства и предпочитает в некоторые вопросы вовсе не вмешиваться. При этом рулит в семейной жизни по признанию актрисы именно Стефану. Ему удается устанавливать свои правила мягко, но уверенно и по делу. Итальянцы дают немного больше личного пространства, чем принято у нас. А еще они не дают советы, если об этом не спрашивают, в то время как у нас, часто заботясь, раздают людям советы и пожелания. Но каких-то критичных недопониманий не возникает. Стефану – мастер коммуникаций, и у него уникальное какое-то терпение. Поделилась юмористка. Стефану очень спокойный и выдержанный, он может просто замолчать и все. От него эмоций добиться с боем посуды невозможно. Он невозмутимый, но и Марина себе такого не позволяет в силу возраста. В Марине Стефану нравится ее открытость, где-то даже прямолинейность, которые сочетаются с ранимостью и глубиной. Она бывает очень трогательная, даже наивная. При этом она сильная личность и всего в жизни добивается сама. Уезжать в родную Италию предприниматель пока не планирует, так что жить на две страны молодым не придется. Сообщением никаких проблем не возникает. Стефану неплохо говорит по-русски и продолжает совершенствоваться. Марина поначалу неверно произносила его имя, ставила ударение на предпоследний слог, в то время как следует произносить «Стефану». Но это мужчину даже забавляло. У него же подобных проблем не возникало. Маму Стефана тоже зовут Мариной. Поклонники очень рады за актрису и надеются, что Марина еще сможет стать мамой. И именно с нынешним супругом Марина впервые всерьез задумалась о материнстве. Она считает, что возраст, а ей, напомним, 50, не является преградой. Вполне возможно, что уже в ближайшем будущем мы услышим новости о пополнении в семье Марины Федункев и Стефану Маджи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова